Доброго времени суток! Меня зовут Елена Мирсанова, я парапсихолог. И сейчас мы рассмотрим такой вопрос. Стоит ли выпускать свою жизнь? Или же оставить все как есть? Итак, этот расклад является общим, то есть не настроен лично на вас. Поэтому не стоит его воспринимать прям буквально. Я работаю на личной консультации по фотографиям, то есть по личной энергетике. В этом же случае для общего расклада тут этого ничего нет. Итак, что же вам нужно сделать? Представить данного человека и выбрать одну цифру от 1 до 5. Итак, цифру выбираем интуитивно, то есть первое, что придет в голову. Соответственно, если у вас есть несколько вариантов, то на каждого будет отдельная цифра. Итак, стоит ли его выпускать в свою жизнь? Делаем 5 раскладов по 3 карты. Смотрим, что не подскажет. Если вам нужна индивидуальная консультация, то в описании к этому видео можете пройти по ссылкам, ознакомиться с условиями работы, ознакомиться с отзывами, ну и какую-либо другую информацию. У меня нет конкретной цены на мои услуги, но есть некоторые ограничения при работе онлайн. Итак, я думаю, что вы загадали. Для тех, кто выбрал цифру номер 1, стоит ли выпускать его в свою жизнь? К сожалению, ответ категоричный нет, не стоит. К тому же, вы, скорее всего, его уже впустили. Не только в свою жизнь, но и в свое сердце. Если какие-то отношения и возможны, то они несут лишь временный характер. А, и, к сожалению, вы можете об этом сами же потом и пожалеть. Возможно, что уже есть некоторые сомнения. У вас довольно-таки неплохо развита интуиция. Но вот, к сожалению, вы ей не пользуетесь. Как говорится, сапожник высоко. Другим подсказать можете, что и как. А сами включаете логику и сами себя запутываете. Итак, ответ. Стоит ли выпускать в свою жизнь? К сожалению, ответ нет. Причем в этом вы убедитесь довольно-таки скоро. Так, расклад номер 2. Для тех, кто выбрал свой фунт номер 2. Стоит ли выпускать в свою жизнь? Так, во-первых, начнем с того, что человек появился в вашей жизни не просто так. От него идет определенная какая-то помощь в решении каких-то ваших дел. Единственное только то, что... Во-первых, не стоит отказываться от какой-либо помощи. Тут неважно, это совет или же, может, с помощью каких-то его связей можно эту проблему вашу какую-то решить. Вы сами по натуре свои слишком самостоятельные и не любите от кого-то быть зависимой. Поэтому крайне редко принимаете от кого-то какую-либо помощь. Вот в этом случае стоит все-таки это сделать. Решение, правда, конечно, будет не таким быстрым, как хотелось бы. Но зато результативно в конечном результате. Так, по поводу вопроса, стоит ли впускать его в свою жизнь. В общем-то, да, но... Не, гоните... Вернее, не принимайте каких-то скоропалительных решений по поводу этого человека. Человек довольно-таки такой... Он унушает доверие, но... Вот... Может тормозить порой. Довольно-таки сильно. Самого человека торопить не нужно. Желательно бы, чтобы определенные какие-то решения он принимал сам. Если же вы начнете за него это делать, то в конечном результате можете разочароваться, потому что человек может либо решить, что вы ему не нужны, так как вы сами-сами, либо в конечном результате вы его просто избалуете и разочаруетесь, так как человек не будет решать ваших каких-то проблем и не предпринимать каких-то действий в отношении вас. Тут зависит от того, как вы сами позволите вот этому человеку это все делать. Так что самостоятельность вот по поводу вот этого человека нужно отодвинуть свою личную самостоятельность на дальний план. Если вы хотите все-таки что-то... чтобы с этим человеком все-таки получилось. Так что ответ, стоит ли упускать в свою жизнь, да, но попробуйте при этом сами расслабиться. вы слишком... не доверяете вообще никому практически. Так что ответ да. Многое тут зависит от вас еще само. Так. Расклад номер 3. Для тех, кто выбрал цифру номер 3. Стоит ли его упускать в свою жизнь? Так, ну... Очень довольно-таки интересный такой расклад вышел. Если вы уже ранее состояли в браке, стоит ли ему по-новому поверить? Ответ, да. Если же вы только недавно познакомились, то намерения, в принципе, у этого человека довольно-таки серьезные насчет вас, но ваша вот судьбоносная встреча по сути должна была произойти немножко попозже. Тут, как говорится, чуть-чуть поторопились либо вы, либо кто-то, возможно, из окружающих, либо еще кто-то. и немножечко вот эта вот встреча возможно должна была произойти даже не в этом году, а в следующем. Поэтому все-таки, чтобы не упускать этого человека, так как человек довольно-таки неплохой, но вот пока, к сожалению, либо он, либо вы, вот кто-то не готов сейчас именно вот совсем именно вот к семейной жизни полностью. Поэтому, если вы только познакомились, попробуйте просто встречаться без каких-то либо планов на будущее совсем. Лучше, конечно, вообще бы желательно быть более, больше друзьями, чем даже любовниками. Немножко попробуйте все-таки этого человека подержать на расстоянии, потому что, к сожалению, немножко не то время. Но попозже будет все встанет на свои места и будет все более понятно и ясно. так что стоит ли выпускает свою жизнь знаете как на порог да, можете впустить, но не дальше. Но никак не прям в семейную жизнь. Нет, еще для этого рановато. Позже да, но не сейчас. Но я говорю, двоякий вариант вышел для тех, кто уже состоял в браке с этим же человеком, допустим, вы вот расстались на какое-то время. В этом случае да, стоит пустить всю жизнь, причем уже сейчас. так, расклад номер четыре. Так, цифра номер четыре. Стоит ли его выпускать в свою жизнь? Вот, к сожалению, ответ нет, к тому же получается он вот именно этот человек, он по сути вам и не нужен совсем. Поэтому расклада выходит, что у вас особо и нет какого-то выбора личного, либо нет других вариантов, но вроде бы как уже надо. Знаете как, лучше, как говорится, быть одной, чем быть с кем попало. Вот как раз вот этот случай. Так что не стоит именно человеку, которого вы загадали, пускать все-таки в свою жизнь. Даже если вы когда-то были вместе, у вас все было хорошо, к сожалению, будет разочарование. Увы, по раскладу так вот было. Вам, конечно, очень сложно сейчас в это поверить, но для того, чтобы было проще потом от этого всего отойти, было поменьше больно. Попробуйте не настраивать себя, потому что тут получается отношение довольно-таки с этого момента, как вы смотрите, пройдет довольно-таки немного совсем времени, может быть от недели до трех месяцев не больше. когда все встанет на свои места, все решится, все определится, потому что тут довольно-таки сроки небольшие, поэтому попробуйте просто не настраиваться серьезно по поводу этого человека, вам самой же будет потом легче и проще. Так, расклад номер пять, для тех, кто выбрал цифру номер пять, стоит ли его отпускать в свою жизнь? Так, он зависит от того, с какой целью вы хотите его туда впустить. Если же вы хотите для некоторого опыта, для разнообразия, тогда да. Если даже в качестве любовника для здоровья, ответ тоже да. Но если вы решили все-таки в конечном результате вы хотите создать семью, то ответ скорее всего нет. Потому что даже не потому, что у вас получаются отношения с этим человеком временные, потому что он сам не настроен на какие-то серьезные, конечные, конечные, какой-то серьезный результат. если же вы хотите некий такой гостевой брак, то он вполне подойдет ему и на данный момент и вам. Так что сначала задайте себе вопрос, для чего вам вообще этот человек нужен. Если для легкости, для здоровья, если для семьи, увы, к сожалению, нет. Во-первых, человек сам по себе вот это, он не очень любит вообще семейные какие-то узы, себя не любит обременять и для него вот свобода по сути, для него вот можно сказать главный такой аспект в жизни. Хотя бы, знаете, как имитация такой свободы, чтобы он знал, что он может в любой момент куда-то пойти. Тут дело даже не в чувствах, а само осознание вот этой свободы, что я в любой момент могу сделать выбор все будет так, как ему хочется. Поэтому сами решайте, стоит ли вам впускать его в свою жизнь. То есть впускать, смотря в какую роль. Итак, мы сегодня рассмотрели такой вопрос, стоит ли его впускать в свою жизнь, в свою личную жизнь, личное пространство, карты дали некоторые советы, конечно, вариантов довольно-таки немного. Я со всеми воплощаюсь, всем пока-пока и до новых встреч.